Поехали! 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 Валера, видимо, чувствовал, что его путь заканчивается. Почему? Потому что в последний его приезд мы сидели, разговаривали, он сказал, ты знаешь, я как-то вот устал. Я чувствую, что вот есть время, когда надо просто остановиться и просто говорит, я хочу к Господу. Он говорит, я уже жду, когда наступит именно это время. Да, было такое, действительно было. Валеру я знаю где-то с 86 года. Я был пацаном еще, мы ходили на концерты и группы. Потом, впоследствии, мы с Валерой как-то параллельно двигались, потому что он был известный уже рок-музыкант. А я где-то там начинал тусить в этих всех околомузыкальных тусовках. Я работал на первом этаже в баре, а Валера играл в нижнем зале, играл с музыкантами. И мы стали общаться, и я ему как-то там одну фразу забросил, вторую фразу забросил. Чувствую, он отвечает мне и тоже забрасывает какие-то такие вот темы о вечности, о Боге. И в какой-то момент у нас вот такая возникла пауза, и я так напрямую спрашиваю, Валера, скажи, а ты верующий? Он говорит, да, а ты? Я говорю, ну и я как бы верующий. И вот на этом мы, значит, сошлись. И вот с этого момента мы практически начали нашу дружбу, и общались все больше и больше и больше. И как-то вот Валера ушел из ресторана и сказал, что он хочет служить Богу, посвятить себя Господу. Я вообще из вас самый молодой, между прочим, здесь. Я с 60-го года рождения. Но это ни о чем не говорить. Вы знаете, что на небе мы все будем примерно одного возраста. Вы знаете об этом? Вот. Так вот, молодость определяется не состоянием тела, а состоянием твоего сердца. Аминь. О, я еще скажу то, что наша группа недавно образовалась. Бог собрал нас. Правда, я пять лет за это молился. По секрету я всем скажу. По секрету. И мы долго думали о названии, и мы назвались М-16. Кто знает Евангелие, почитайте Марка 16-го главу и Матфея 16-го главу. Поприветствуйте М-16. Мы познакомились с ним в 94-м году, причем я родом из Киева, и я приехал в церковь в Александрию. Он был в церкви в Запорожье. Получается, что мы были в одной церкви, вернее в одной общине, но в разных филиалах. Он в Запорожской, и я в Александрийской. И действительно, нас Бог благословил чудесными музыкантами, исполнителями того времени. Это была Светлана Суханова-Шимко, это Игорь Сегеда, это Олег Богомаз, к сожалению, ушедший также к Господу, и, конечно, Валера Кур. Я просто, что велик Господь, Он превыше других богов, Отворится, что хочет, На небе и на земле, Облака поднимает, Шум на ветре крохочет, Ведь дождь отворит молнии, Его слава и сверху, Молите имя Господа в доме. Тогда еще не было мобильных телефонов, У меня телефон недалеко от кровати стоял, И так в 6 утра звонок, Я такой, с закрытыми глазами, Алло, Валера такой, Лешик, у меня новая песня, Рабочее название утреннее, И там, раз, там, славьте Господа, Ибо он благ, Ибо вамбик, На следующий, там, два дня проходит, Опять, тоже утро, И тоже, там, типа, я понимаю, Алло, Валера такой, Лешик, у меня новая песня, И следующая песня, И рабочее название утреннее, У него было постоянное такое вот состояние, Он утром вставал, провожал Иру, жену, на работу, Потом брал гитару и начинал молиться, Петь, И приходили песни. Мне про него очень много рассказывал наш общий друг, Алик Бреннер, И постоянно, постоянно он мне о нем рассказывал, И давал слушать его музыку, Но он просто сказал, что ему Бог дал откровение, Писать простые песни, чтобы люди могли их петь, Чтобы могли поклоняться Богу в простоте. И поэтому я прекрасно понимаю и ценю его творчество, Все, что он сделал, это, наверное, беспрецедентный случай В русскоязычном христианском творчестве. И тот объем, в общем-то, И то наследие, которое он оставил, И то благословение, которым для нас всех стал, То есть за это, конечно, ему великая наша благодарность. Настолько действительно Господь помазал его и дал ему мудрость, Он в простых словах, буквально в трех аккордах, Передавал такую глубину, За которой не столько хотелось восхищаться этой глубиной, Сколько хотелось вместе с ним петь ее. Может быть, поэтому во всем мире люди поют его песни, Потому что они простые, мелодичные, Они очень простые в исполнении на гитаре, То есть, в принципе, любой даже начинающий гитарист Совершенно спокойно почти все его песни Может сыграть, исполнить, И вместе с ним будут петь. Ну, он действительно был человеком, Который писал хиты. Я по-другому не могу сказать. Вот это мое видение, я человек простой. Что такое хит? Хит — это когда ты один раз услышал мелодию И тут же ее напел. Кому-то это не нравилось, Кому-то больше нравится рэп, Кому-то рок, Кому-то, Ну, кто-то говорил, что, Ну, Валера однообразный. А кто не однообразный? Давайте возьмем Моцарт, он не однообразный, Тоже он, мы слушаем, И тот, кто знает, понимает в музыке, Он ставит Моцарта и говорит, Так, это Моцарт. Или там Чайковский. А, так это Чайковский. Сразу почерк музыканта слышен. Поэтому Валера, это был Валера. Опять же, сегодня мы на эту тему тоже уже зацепили, эту, как бы, тему удивительную, что песни, те, которые приходят с неба, их не надо напрягаться, чтобы их написать. Они просто приходят, твое дело услышать и воспроизвести, и все. И именно так получилась эта песня. Вы знаете, это началось так давно. Что, конечно, сейчас это можно писать, скорее всего, что в историю. И я, вы знаете, одна из песен, которая, наверное, стала заглавной в моей жизни, это песня «Великие чудные дела твои, Господи, Боже, все держите». У меня такое впечатление, что это была песня, вот написана для меня, хотя я знаю, что эту песню исполняли много исполнителей. В какой-то момент Саша предложил, а почему бы нам не записать это даже на иврите? И они прозвучали на иврите, потому что многие песни были написаны именно на псалмы Давида, и была идея вернуть их к истокам, так как истоки — это иврит. Вы знаете, мы каким-то образом влияем друг на друга, и это влияние, оно также упало и в мою жизнь, потому что песни, которые мы стали записывать, песни, которые мы стали проживать, и многие из них я проживаю до сих пор, посвящая, так сказать, своей любимой, или посвящая, так сказать, своему народу, еврейскому народу, благодаря, конечно, вот тех моментах музыкальных, которые органично, так сказать, связываются именно с этой землей, с этой страной. Он такая личность, не совсем для всех удобная, можно так сказать, но то, что мне нравилось в нем, он действительно показывал, сущность, и через музыку, через мелодию, через то, что он чувствует, через так, как он это видит. Песни, они же являются пророческими также песнями, и многому тому свидетельствуют тех людей, которые, соприкоснувшись с этой музыкой, они говорили, как Бог повлиял на их жизнь. И мне, наверное, одному из тех, которые посчастливались песни, несколько дуэтов, и я очень рад, что в моей жизни этот отрезок с таким замечательным человеком остался действительно воодушевляющим. «Ибо ты един свят». Да, это был 2016 год, когда мы поехали в Иерусалим и снимали клип на песню «Благословенная земля». Как будто бы Валера не будет скоро, не знаю, были такие ощущения. Я Игорю, помощнику, попросил, просто не прекращаясь снимать, и Валерий просто сказал, «Ты просто гуляй, наслаждайся, пой, а вот мы просто будем снимать тебя». «Все, нажали, нажали». «Пойдем, да?» «Да». «А теперь можно я?» «Благословенная земля, земля Израиля». «Я вдыхаю твой покой, я вдыхаю твой покой, я вдыхаю твой покой, земля Израиля». Благословенная, благословенная, благословенная земля Израиля. «Мир тебе Иерусалим, мир тебе Иерусалим, мир тебе Иерусалим, земля Израиля». Несмотря на то, что Валера был таким влиятельным человеком, он был уважаемым, влиятельным, сильным человеком, он мог доверяться. То есть он на съемочной площадке полностью доверялся. Он мне давал, то есть говорил мне, что снимай, как ты видишь, а я буду делать свое дело. И он исполнял там песни, делал свое дело, музыкальную часть. «Александр, ты же гений, ты за один кадр уже все снял, все. Ты же Спилберг просто какой-то, не побоюсь этого слова». Именно Валера этим отличился. Я именно с ним хотел работать и всегда с удовольствием работал в этом плане, потому что он давал возможности творить. И у меня была возможность заниматься творчеством настолько, насколько позволял мой уровень профессиональный. Именно вот эта черта в его характере, она меня очень сильно вдохновляла, подымала. К Израилю у него было особое отношение, потому что он каждый раз хотел снова и снова приехать. Он всегда старался даже здесь попасть, послужить людям. Для него служение Господу было в том, что он придет и будет служить. «Кстати, именно тогда, когда мы с Валерой приехали, мы познакомились только с Ильей. Это мальчик, который родился с серебральным параличем. Родители с ним занимались, не дали ему опустить руки. И очень большое благословение для него, конечно, был этот приезд с Валерой тогда, потому что Валера его благословил, и у них начался какой-то прорыв». Это было в 2009 году. Я мальчик, который рос на его песнях, и вот приезжает вот этот исполнитель, вот этот музыкант, которого его песни очень мне нравятся. Когда Валера приехал, мы также достали инструмент, пели, славили Бога, и после этого он ко мне подошел, возложил руки и просто благословил меня на служение прославления, сказал, что ты будешь писать песни, будешь писать музыку, и будешь славить Бога. И это действительно произошло. После этого благословения это произошло, и я стал писать музыку, стал писать песни, написал. На тот момент для меня это казалось очень большим количеством, потому что никогда я этого не делал. Это просто так, как река такая, которая потекла. И я думаю так, что действительно Богу вся слава. Благословенная, благословенная, благословенная земля Израиля. Мы живем в такое время очень насыщенное, очень сложное. Масса информации, куча всяких вещей происходит. И трудно иногда человеку разобраться, где правда, где истина, а где ложь. И мне кажется, именно по этой причине большая часть, я не скажу большая, но возможно, что и большая часть народа Божьего, которые уверовали в Господа, но они по тем или иным причинам находятся в Вавилоне. Я просто видел людей, даже плачущих, которые говорят, мы не знаем, как оплатить наши билы. Мы, ну, нахватались люди там или кредитов, или они находятся в зависимости от своей работы, от своего начальника. Это тоже все Вавилон. Потому что я уверен, что человек Божий, он свободен. Он свободен от всего. Он, если работает и служит, то он служит как Господу и ради Господа. Вот, поэтому очень хочется, чтобы народ Божий вышел из Вавилона, из плена банков, кредитов, каких-то людей, политических или еще каких-то организаций, которые держат в плену народ Божий. Мы свободный народ, призванный Богом для добрых дел во Христе Иисусе, чтобы, творя добро, говорить людям истину о Боге, о Его Сыне и о крещении Духом Святым. Да, благословит нас всех, Господь. Аминь. То, что мне, то, что я очень так оценил, надо сказать, это, что вот он был таким человеком, таким музыкантом, который мог выступать в большом зале, на большой какой-то площадке с огромным количеством людей. Одновременно с этим он мог выступать и точно так же выкладываться на маленькой домашней группе. Здесь в Израиле мы с ним ездили. Здесь у нас тут все достаточно компактное, маленькое, церкви небольшие. Потому что у многих музыкантов, надо сказать, есть на тема, что они, скажем так, большие концерты и большие площадки их привлекают, а на улицу с гитарой мало кто хочет выходить. Где тебя никто не видит, не слышит, где ты не соберешь там побольше лайков. Но вот мне нравилось, что он был таким. Он не пренебрегал такими малыми началами и выкладывался всегда. Один раз он, если помнишь, был в Израиле, и он здесь очень болел. И тем не менее, он ничего не отменял, он выступал и служил. Я сейчас нахожусь в такой серьезной немощи по плоти своей. Но я точно знаю, почему я занимаюсь этим делом, даже будучи болен. Я знаю, что когда я начинаю его славить, приходит его сила. И мне хочется жить дальше. Сейчас я рад, что я здесь. Я рад, что я вместе с вами сейчас буду петь его святое слово. Аминь, Аллилуйя, Аминь. Я люблю вас. Меня любовь, Божия переполняет. И я знаю, что когда я немощен, тогда я силен. Когда я надеюсь на свою силу, обычно не все получается. Но когда, как апостол Павел говорил, в немощи сила проявляется. Ему надо было идти, ехать, петь. А я его говорю, не пой. Сейчас в таком состоянии ты болеешь. Он подзымался, собирался и ехал. Прославление делал в какой-нибудь общине, в каком-нибудь революционном центре. Поэтому я всех предлагаю, приглашаю к соучастию, к сопричастию, к прославлению. Прославляющих меня, он сказал, я прославлю. Прославляющих меня, я прославлю. Это значит, что его дух сойдет на тебя. А если дух сходит, приходит жизнь. Его дух есть дух животворящий. А потом, когда он мне писал, что если бы, когда ему диагноз поставили, врачи говорят, если бы ты не пел в этот момент, ты бы просто умер, потому что там, ну, у него было воспаление легких, и у него был постоянный кашель. И вот этот кашель, вот он сидел вот здесь вот, вот так вот постоянно кашлял. И вот этот кашель его мучил. Когда он начинал петь, у него переставал этот кашель. И вот эта вот песня, его песня, про это, спасали ему жизнь. Какая бы ни была болезнь, от простой простуды, заканчивая очень тяжелыми какими-то вещами, он он начинал петь, и болезнь отступала. Хотя ему врачи запрещали петь, ему даже нельзя было кашлянуть. А он открывал, не то, что петь, он открывал рот и начинал петь, и слава лилась, он знал, что через славу Божью приходит исцеление, приходит освобождение. И его призвание на этой земле именно делать это. И до последней минуты это происходило именно так. Аллилуйя. Боже наш, помоги нам, как Давид, сказать, в полночь вставал я славословить тебя за суды твои, ибо суды твои научают нас правде, научают нас истине, а не слаще мёда, мёда сотового. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Аминь. Он очень часто скидывал песни, я там написал песню много, написал «Послушай, как тебе». И последний раз, последнюю песню, когда он мне скинул, я её послушал, и именно эта песня мне понравилась. Эта песня была о вечности, что мы будем все вечно вместе. После его ухода я прослушал эту песню, это было что-то реально, меня аж как-то дух захватывал, потому что в ней именно говорилось о вечности и о том, что мы будем там все вместе. И мы будем всегда вместе с Господом жить. Там живая вода, мы её будем пить. Мы с тобой будем жить вечно. Мы с тобой будем жить. Мы с тобой будем жить вечно. Мы с тобой будем жить. Ну, конечно, горечь, конечно, слёзы, но не трагедия. Не знаю, уже, может быть, будет как-то и грубо сказано, но мне казалось последнее его творчество, последние песни, которые я слышал, последние беседы, которые были с ним, когда мы о чём-то переписывались в Фейсбуке, было такое ощущение, что он томится уже по-небесному. Мы знаем, что волос нашей головы не падает без воли Отца Небесного. И, значит, пришло время, когда Господь сказал ему, Валера, пора домой. Пора домой. Есть жена, есть дочь, есть сын, есть внучка. Я обо всём позабочусь. Они будут под моей защитой, они будут под защитой ангелов, они будут под защитой друзей, они будут благословенны здесь, на этой земле, но тебе пора уже туда. Я помню, было очень сильное служение, приезжал проповедник Билл Басанский. Он был известный служитель, и он молился за нас. Мы играли наши песни, он в конце служения начал молиться за группу прославления, и возложив на Валеру руки, он сказал, Господь даёт тебе песни, и эти песни разойдутся по всему лицу земли, и проведут огромную работу в сердцах людей по всему свету. И мы сейчас видим, что это стало реальностью, потому что это было Слово Божье в его жизни тогда, в 94-м году, в Запорожье. На сегодняшний день мы видим, что это абсолютная реальность, абсолютная. Мы с тобой будем жить, мы с тобой будем жить, мы с тобой будем жить, мы с тобой будем жить вечно. в следующем году, мы с тобой будем жить, будем жить, мы с тобой будем жить, Вот был и он есть И снова придет Чтоб забрать в облака Освященный народ И мы будем всегда Вместе с Господом жить Там живая вода Мы ее будем пить Мы с тобой будем жить Вечно Мы с тобой будем жить Мы с тобой будем жить Вечно Мы с тобой будем жить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому